В наших прошлых проповедях, в ходе традиционных пятничных прогулок по садам коранической мудрости, мы начали рассмотрение многообразного соцветия аятов 79-й суры, суры «Ан-Нази'ат». Как вы, наверное, помните, ее стеблем является тема воскрешения и воздаяния, истинность которых доказывается через лепестки истории и мироздания. В них говорилось, что сотворившие бескрайние космические просторы с их множеством галактик, всемогущий Господь, несомненно, способен погубить, воскресить и справедливо покарать любого человека, в том числе и возомнившего себя Богом, всесильного по человеческим меркам тирана Фераона. Фераона, который в мгновение ока был уничтожен Всевышним и уже сейчас получает свое заслуженное наказание. Подобный внезапный, как гром среди ясного неба, конец может ожидать любого, о чем напоминает заключительный фрагмент этой мудрой суры, которую мы, биизнеллахи тааля, с Божьей помощью изучим сегодня. В ее 34-м аяте говорится Когда же придет величайшее бедствие. Слово томма является одним из названий конца света. Оно восходит к глаголу «фамма», который буквально означает «покрываться водой», «переливаться через край». В связи с чем великий толмач Кур'ана, тарджуман уль-Кур'ан, из числа сподвижников, Ибн Аббас, рады Аллаху анху, говорил, «Конец света назван так, ибо он переполнен всякими ужасающими событиями». Как в другом аяте Благородного Писания Всевышний сказал, «Васа'ату адха ва амар» И тот час, он ужаснее и горче всего. В земной жизни каждый из нас, даже если это кому-то может быть и не видно, Но каждый человек на самом деле время от времени обязательно перетерпевает различные трудности, испытания. Однако несомненно, что самым страшным и величайшим из них, Неизменно постигающий каждого, это конец земной жизни. Причем это относится как к вселенскому светопредставлению, Так и к смерти отдельного человека, Которую пророк Мухаммад, алейиссалату ассалям, называл малым, То есть личным концом света, кияма ас-сур. Некоторые муфассеры, комментаторы Кур'ана, Также считали, что речь в этом аяте идет о втором трубном гласе, Когда после конца света, по велению Господа, Все люди, будь то верующие, будь то неверующие, Все, все без единого будут воскрешены и собраны перед ним на его великий суд. Как бы то ни было, и при подступах к смерти, И особенно в ожидании расчета, Человек всегда в таких ситуациях начинает судорожно вспоминать о том, Что он сделал, как он прожил свою жизнь. Это состояние описывается и в следующем аяте, Рассматриваемый нами сегодня сурой. Я умея тазеккару л-инсану ма-саа В тот день человек вспомнит, к чему он стремился. Как говорится, жизнь проплывет перед глазами. А если что и забудется, то в судный день Человеку обо всем напомнят и врученные ему книги деяний, В которых детально запечатлены все его слова и действия, Каждая секунда его земной жизни, А также правдивые свидетели, Причем не только люди, Но и земля, на которой он жил и совершал свои поступки, А также его собственные руки, Все другие органы тела, Которые Всевышний в этот момент наделит даром речи. Суры Фус-Силат об этом говорится. В тот день, говорит Всевышний, Когда Божьи враги будут собраны перед огнем, Их задержат. Когда они подойдут к Нему, То их слух, их зрение и кожа Станут свидетельствовать против них О том, что они делали. Вот как говорится в этом И во многих других аятах В ходе Великого Суда Произойдет лицезрение адской гиены. Причем как грешниками, так и праведниками. Первые, наконец-то, поймут истинность того, О чем их неустанно предупреждали Святые Писания, Божьи посланники, праведники, А они все равно упорно считали все это лишь сказками. Вторые же праведники, Которые верили во все это, Они, очевидно, теперь убедятся В правильности своих убеждений, В верности выбранного пути, А затем, войдя по Божьей милости В райскую обитель, еще лучше прочувствуют Ее прелести. Ведь все познается в сравнении. Об этом лицезрении говорится И в следующем аяте, рассматриваемый нами Сур-Ан-Назиад. «Вабурризатил-джахиму лимайяра» Показана будет гиена тем, кто видит. Гордость харизма. Выдающийся муфасир имам Аз-Замахшири Указывал, что использованное в этом аяте выражение Мэн-Яра, тот, кто видит, Является на самом деле образным И подразумевает под собой Не просто какую-то определенную группу людей, А именно всех, Абсолютно без исключения, Сынов Адама. После этого лицезрения Исправедливого Божьего суда Произойдет разделение На две упомянутые группы. Одна из которых по результату своей земной жизни Окажется в адском пламени, А другая, по милости Всевышнего, Войдет в вечную райскую обитель. В следующих аятах суры Даются хоть и очень краткие, Но очень важные, Весьма емкие характеристики Этих двух разных групп. И для того, кто приступил Божий закон И предпочел жизнь ближайшую, Гиена станет пристанищем. Имам аль-Муфассирин, Великий предстоятель всех толкователей Кур'ана, Мохаммад ибн Джарир Ат-Табари Особо отмечал, что Ман-Тага Тот, кто приступил Божий закон, Это кто вел себя заносчиво Перед своим Господом, Кто не повиновался Ему, И обратите особое внимание, Кто являл гордыню По отношению к Божьим рабам, То есть ко всем остальным людям И созданиям Всевышнего. Вот это и есть те, Кто приступили Божий закон. А те, кто предпочел жизнь ближайшую, Это значит, как говорил великий Муфассир, Предпочел удовольствие этой жизни, Кто жил и работал только ради нее, Кто стремился к лишь ее благам и удовольствиям, Кто забыл о ее бренности И существовании следующей, Вечной жизни и великого суда. И именно за все эти преступления, За свой осознанный выбор, Такой человек и понесет справедливо Наказание в адской гиене. Но в отличие от них, Те, кто будет по милости Всевышнего Удостоен рая, Вели совершенно иной образ жизни. А для того, кто боялся предстать перед Господом своим И удерживал свою душу от страстей, Рай станет пристанищем. То есть в своей земной жизни Такие люди всегда помнили о том, Что им предстоит отвечать за свои поступки, За каждый свой шаг перед своим Создателем. И реально боялись этой встречи, Избегая совершать то, Что он запретил, Даже если они обладают на это властью, Стараясь выполнять все, Что Всевышний им повелел, Несмотря ни на какие соблазны и желания. О том, что такое хава, Страсть, Как ее обуздать, Богословами написано очень много книг, Каждую из которых можно отдельно разбирать Многие-многие часы. Конечно же, не имея на это сейчас возможности, Я хотел бы отметить лишь то, Что, помимо всего прочего, Сам Всевышний в своем заключительном послании Человечеству определяет В отношении этого понятия. И вот эти вот порочные желания Он называет именно те желания, Руководствуясь которыми Человек начинает притеснять других. Вот, например, в одном из аятов Господь говорит Не потакайте желанием Хава, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривитесь или уклонитесь, То ведь Аллах воистину ведает о том, Что вы совершаете. Всевышний говорит Суди между людьми. То есть любые решения, Которые ты принимаешь В отношении других людей, Делай это Бельха Соблюдая их права по справедливости И не потакай Хава Порочным желаниям. Иначе они, То есть эти желания, Они и собьют тебя с прямого пути, С пути Всевышнего. Постоянное обуздание страстей И самовоспитание Являются важнейшим делом По-настоящему верующего человека. Ибо заключительный Божий посланник, Пророк Мухаммад, Саллаллаху алейхи вассалям, Много и много напутствовал. Ни один из вас Не уверует полноценно До тех пор, Пока его страсть Хава Не последует за тем, С чем я пришел. А в другом своем изречении Он сказал, Наилучшая борьба Это борьба человека С самим собой, Со своими страстями. Однако очень часто бывает, Что вместо того, Чтобы заниматься Самосовершенствованием, Добродетелью И таким образом Реально готовиться К встрече с Господом, Некоторые люди Лишь гипотетически Любят порассуждать О конце света, О его признаках, О том, кто где окажется И тому подобных вещах, Которые на самом деле Не имеют никакой пользы. И ответ Всевышнего Таким теоретикам Содержится в заключительном фрагменте Суры Ан-Нази'ат. Всевышний говорит, Они расспрашивают Тебя у Мухаммад Саллаллаху алейхи вассалям О наступлении Часа конца света. Когда он наступит? Но к чему К тебе вообще Упоминать об этом? Ведь только Господу Твоему Это предельно известно. А ты лишь Увещеватель Для тех, Кто боится Его наступления. В тот день, Когда они увидят его, Им покажется, Что они провели В этом мире Лишь один вечер Или одно утро. Земная жизнь Очень быстротечна. На смертном адре Даже прожитое столетие Покажется лишь Несколькими вечерними Или утренними часами. Поэтому тратить Драгоценные секунды Своей жизни На пустословие Конечно же, Не стоит. Надо заняться Полезными делами. Молим Всевышнего Аллаха Табаракова Тааля Укрепить нашу веру И убежденность В истинности Воскрешения и воздаяния Защитить нас От грехов И преступлений Гордыни И страстей Вести нас По прямому пути Даровать нам помощь В самосовершенствовании И добродетели Сделать из числа Обитателей Вечной Райской Обители Аминь 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 Продолжение следует...